Глава шестая. По приказу Потапа Максимовича зачали у него брагу варить и сыченые квасы из разных солодов ставить. Варе большие ведер по сороку. Слух, что Чапурин на оксинью полухлебницу работному народу задумал столы рядить, тотчас разнесся по окольным деревням. Все деревенские, особенно бабы, немало раздумывали, немало языком работали, стараясь разгадать, каких ради причин Потап Максимович не в урочное время хочет народ кормить. В самый тот день, как у Чапуриных брагу заварили, в деревне Ежове, что стоит на речке Шишинки в полутора верстах от Осиповки, собрались мужики у клетей на улице и толковали меж собой про столы Чапуринские. Кто говорил, что, видно, Потап Максимовичу в волосных головах захотелось сидеть, так он перед выборами мир задабривает. Кто полагал, не будет ли у него в тот день какой-нибудь помощи, помощью, иначе толока, и называется угощение за работу. Хозяин, желающий какое-нибудь дело справить разом в один день, созывает к себе соседей на работу и ставит за нее сытный обед с пивом и вином. Помочяне работают и утром, и после обеда, и в один день управляются с делом. На помощь иззывают большей частью крестьяне недостаточные, у которых в семье мало рабочих. Люди богатые, тысячники, не делают помочей. У сельских попов полевые работы все больше толокой справляются. Но все это нескладно-неладно придуманное. Тут же ежовским миром я смеивалась. И в самом деле, захотелось бы Потап Максимовичу в головы, давным бы, давно без всяких угощений его целой волостью выбрали. Да не того он хочет. Не раз откупался, ставя на сходе ведер по пяти зеленая вина для угощения выборщиков. На толку народ собирать ему тоже не стать. Мужик богатый, к тому же траватый, горд, спесив, любит, почет. Захочет ли миром одолжаться? На что ему помощь, когда в кармане чистоган не переводится? С добрый час протолковали ежовские мужики, стоя кучкой у клетей. Но ничего на дело похожего не придумали. Баба дело решила. Да так метко, будто у Чапурина в голове сидела и мысли его читала. Шла поводу тетка Акулина, десятника жена. Поравнявшись с мужиками, поставила ведра на земь. Как не послушать бабе, про что мужики говорят? Эх, вы умные головы! Крикнула она, вслушавшись в мирские речи. Толкуют, что в воду толкут, а догадаться не могут. Кто что не скажет, не под тот угол клин забивает, слушать даже тошно. На бабу, как водится, накинулись, осмеяли. Кто-то выругал. А муж, тут же стоявший, велел ей идти, куда шла, и зря не соваться, куда не спрашивает. Да что вы, лешие, без пути зубы-то скалите? Крикнула Акулина. Стоят, из пустого в порожнее перекладывают, а разгадать ума не хватает, знаю, к чему чапурины пиры затевают. Ну, сказывай, коли знаешь. Заговорили мужики. У Потапа Максимовича дочери-то заневестились? Сказала Акулина. Вот и сзывает он купцов товар показать, смотрины будут. Ай да тетка Акулина. Рассказала, как размазала, загласили мужики. А баба-то, пожалуй, и правдой обмолвилась. Сказал тот, что постарше был. Намеднее хозяин при мне на базаре самарского купца Снежкова звал в гости. А у того Снежкова сын есть парень, молодой, холостой, в городце частенько бывает. Пожалуй, и в самом деле не свадьба ли у них затевается. Акулина посмеялась над мужиками и пошла своей дорогой к колодцу. Тут по всем дворам бабам ровно повестку дали. Всех к колодцу с ведрами сбежались и зачали с Акулиной про Чапыринскую свадьбу растобарывать. Молодица из деревни Шишкина случилось тут. Выслушав, в чем дело, не заходя к тетке, в которой было из-за двух верст приходила покланяться, чтобы та ей разбитую крынку берестой обмотала, побежала домой без оглядки, точно с краденым. Как прибежала, так всех шишкинских баб повестила, что у Чапуриных смотрины будут. Из Шишкина бабы, подымя хвосты, по другим деревням побежали, к умушкам новость рассказать. И пошел говор про смотрины по всем деревням. Везде про Настю речь вели, потому что нестаточное и необычное вышло бы дело, если бы меньшая сестра вперед старшей пошла под венец. Пущенные Акулиной вести дошли до Осиповки. В одном из мшенников, что целым рядом стояли против дома Чапурина, точили посуду три токаря, в том числе Алексей. Четвертый колесо вертел. Мшенник, омшенник, омшанник, клеть, амбар, проконопаченный по пазам мхом. В омшеннике обычно хранились съестные припасы. — Слышал, Петруха, у хозяев-то брагу варят, — говорил коренастый рыжеватый парень, стоя за станком и оттачивая ставишек. — Как не слыхать, — ответил Петруха, весело вертя колесо, двигавшее три станка. — Столы, слышно, хозяин строить задумал. — Пантелея Прохорыча завтра в Захлыстино на базар посылают. Свежина да вино искупать. — Угощение, слышь, будет богатое. — Ста полтора, либо два народа будут кормить. — Где ж столы-то рядить? — спросил токарь Матвей. — Я, парень, что-то не слыхивал, чтоб зимой столы ставили. — На снегу да на морозе что за столование? — Закрутит мороз, так на воле-то варева смерзнет. — Мало разве у хозяина изб да подклеток, — заметил Петруха. — Все ж полутора стам не усесться, — молвил третий работник. Макеем звали прозвищем Чалый. — Очередь станут держать. — По-скицки. — Как по обителям в келарных странних угощают, — отвечал Матвей. — Одни покормятся и вон из-за столов, на их место другие. — Разве что так, — молвил Петруха, соглашаясь с Матвеем. — Городовые купцы, слышь, наедут, — прибавил он. — Пир готовит зазвонистый, — сказал Макей. — Рукобитье будет. Хозяин от старшую дочь пропивать станет. Ровно ножом полоснула Алексею по сердцу. Хоть говорила ему Фленушка, что опричь его Насте ни за кого не пойдет, но нежданная новость его ошеломила. — В дом, что ли, взять-то берут? — спросил Петруха. — Куда? Чай в дом, — отозвался Чалый. — Пойдет такой богач к мужику в зятьях жить. — Наш хозяин, хоть и тысячник, да все же крестьянин. А жених вот, мало того, что из старого купецкого рода, почетный гражданин, у отца его, слышь, медали на шее-то, что навешано, в городских головах сидел, в Питер ездил, у царя во дворце бывал. Наш вот, хоть и спесив, да Снежковым на версту не будет. — Снежковых разве, жених вот? — спросил Матвей. — Не Самарские ли? — Самарские, по всей Волге купцы известные, — отвечал Чалый. — Куда же ему, в зятьяк мужику идти? — сказал Матвей. — У него, братец-то мой, заводы какие в Самаре, дома. Сам я видел. Был ведь я в тех местах в позапрошлом году. Пароходов своих четыре или пять ли. Не пойдет такой зять к тестью в дом. Своим хозяйством пойди заживут. Что за находка ему с молодой женой, да еще с такой раскрасавицей, в наших лесах да в болотах жить? Сильнее и сильнее напирал Алексей острым резцом на чашку, которую дотачивал. В глазах у него зелень, ходинем заходила, ровно угорел. В ушах шум стоит, сердце так и замирает. Тогда только я опомнился, как резцом сквозь чашку прошел. — Что это ты, Алексей? — со смешкой спросил его вертельщик Петруха. — Сквозь прорезал. Сорвалось, — сквозь зубы молвил Алексей и бросил испорченную чашку в сторону. Никогда с ним такого греха не бывало, даже и тогда не бывало, как подростком, будучи, токарному делу учился. Стыдно стало ему перед токарями. По всему околодку первым мастером считается, а тут, гляди-ка, дело какое. Зашабашили к обеду, Алексею не до еды. Пошел было в подклет, где посуду красят, но повернул к лестнице, что ведет в верхнее жилье дома, и на нижних ступенях остановился. Ждал он тут четверть часа, видел, как пробрела поверху через тени матушка Манефа, слышал громкий топ от сапогов Потапа Максимыча, заслышал, наконец, голос Фленушки, выходившей из Настиной Светлицы. Уходя, она говорила, — Сейчас приду, Настенька. — Флена Васильевна! — отозвался с лестницы Алексей. Она взглянула вниз, опершись грудью о перила и свесив голову. — Что ты какой? — спросила она в полголоса. — Сам на себя не похож. — Сойди на минуточку, — сказал Алексей. — Здесь в подклетке нет никого, все обедают. Фленушка сбежала в подклет. — Бог тебе судья, Флена Васильевна! — сказал Алексей. — За что ж ты надо мной насмеялась? Ведь это к человеку недолго уморить. — С ума, что ли, спятил? — спросила Фленушка. — Чем я над тобой насмеялась? — Какие речи ты от Настасьи Потаповна мне переносила? Какие слова говорила? Зачем же было душу мою мутить? Теперь не знаю, что ей делать с собой, хоть камень на шею да в воду. — Да ты белины объелся, а ли спьяну мелешь, сам не знаешь, что, — сказала Фленушка. — Да как ты только подумать мог, что я тебя обманываю? Ах ты, бесстыжие твоя рожа! За него хлопочут, а от него вот благодарность какая. — Так ты думаешь, что и Настя облыжные речи говорила, а? — От Настасьи Потаповны доселивая никаких речей не слыхивал, — молвил Алексей. — С тобой у меня разговоры бывали. — Вспомни-ка, что ты мне говорила? А вот готовят перы, жениха из Самары ждут. — Только-то, — сказала Фленушка и завелась громким хохотом. — Ну, этих перов не бойся, молодец. Рукобитью на них не бывать. Пусть их теперь праздничают, а лето придет мы запразднуем. Тогда на нашей улице праздник будет. — Слушай, брагу для гостей не доварят, я тебя сведу с Настасьей. Как от самой от нее услышишь те же речи, что я переносила, поверишь тогда, а? — Поверю, — потупись отвечал Алексей. — Меня попрекать да обманщицей называть не станешь? — Не буду, — проговорил он. — То-то же. Ступай теперь. Выкинь печаль из головы, не томи понапрасну себя. А девицу красного в пущу тоску не вгоняй. Мало успокоили Фленушкины слова Алексея. Сильно его волновало, и не знал он, что делать. То на улицу выйдет, у ворот посидит, то в избу придет. За работу возьмется, работа из рук вон валится. На палате полезет, опять долой. Так до сумерек пробился. В токарню не пошел, — сказал старику Пантелею, что поутру угорел в красильне. — Долго ли в красильне угореть? — отвечал Пантелей. — Ты бы по морозцу без шапки походил. Облегчит. — И впрямь пойду на мороз, — сказал Алексей. И, надев полушубок, пошел за околицу. Выйдя на дорогу, крупными шагами за шагалом понурив голову. Прошел версту, прошел другую. Видит мост через овраг. За мостом дорога на две стороны расходится. Огляделся Алексей, опознал место и в раздумье, постояв на мосту, своротил налево в свою деревню Паромово. Громко раздавалась покрытому снегом полю Алексеева песня. Ох ты, горе мое, горе-гореваньица, ты, печаль моя, тоска лютая, загубила ты добра молодца, красная девица, дочь отецкая. В каждом звуке песни слышались слезы и страшная боль тоскующей души. После крупного разговора с отцом, когда Настя объявила ему о желании надеть черную рясу, она ушла в свою светелку и заперлась на крюк. Не один раз подходила к двери Аксения Захаровна и стучалась, и громко окликала дочь, пахныкала даже маленько, а вот, дескать, материны слезы не образумят ли девку. Но дверь не отмыкалась, и в светлице было тихо, как в гробу. — Уснула, — подумала Аксения Захаровна, — пускай ее отдохнет. Эка беда стряслась, и не чаяла я такой. Гляди-ка, в чернице захотела. И что я это в головоньку втемяшилась? На то ли я ее родила да вырастила? А все, Максимыч, лезет со своим женихом. Пошла Аксения Захаровна в другую боковушку, к параше. Там фленушка сидела за пяльцами, вышивая пелену, а параша на мотовиле шерсть разматывала. Фленушка пела скидскую песню, параша ей подтягивала. Из пустыни старец в царский дом приходит. Он принес с собою, он принес с собою прекрасный камень, Толь прекрасный, прелюбезный, придорогий. Иосиф Царевич, сын царя Индейского, просит купца-старца, Покажи мне каменек, покажи мне, дорогой, я увижу и спознаю ему цену. Когда ты возьмешь небеса измерить, небеса измерить, Все моря и земли в горсть свою схватить, А все против камня ровно ничего. А купец премудрый, говорит Царевич, Скажи свою тайну, как на свет явился, Как на свет явился, где теперь хранится камень тот дорогой? Отвечает старец, вид купца принявший, Преподобный Варлаам. Камень не хранится, камень не хранится, С нами пребывает он завсегда. Пречистая дева родила сей камень, В ясли положила, грудью воскормила, Грудью воскормила Бога-человека-спасителя. Он ныне пребывает выше звезд небесных, Солнце со звездами, а земля с морями, А земля с морями непрестанно славит его завсегда. Заперлась, грустно сказала Аксинья Захаровна, Обращаясь к Фленушке, И откликала ее, и стучалась к ней. Нишкнет, голубушка? А ты что поранень, как смотришь? Аль не жалко сестры-то? Прибавила она, заметив, что та усмехается, Поглядывая на Фленушку. Но Фленушка была спокойна, И даже тоскливо смотрела на Аксинью Захаровну. Она уж и Парашу кое-чему научила, Как говорить с отцом, с матерью, Но той и сопротивничать-то лень была. Спать бы только ей доваляться на мягком пуховике, Другой от рады не знавала Параша. Не о чем ей убиваться-то, мамонька, Молвила Параша. Что в самом деле дурь-то на себя накидывает? Как бы мне тятя привез жениха, Я б, кажись, за околицу навстречу и к нему. Ах ты, срамница, бесстыдница, Крикнула Аксинья Захаровна. Где ты этому научилась? Где таких слов набралась, Беспутная голова твоя? Навстречу, за околицу. А вот я тебя дубцом. Дубец Розга. Да что ж, мамонька, Клинасти, тятенькин жених, не помысли, Отдай мне его. С радостью пойду. Ах ты, бесстыжая, ах ты, безумная, Продолжала началить Парашу Аксинья Захаровна. А я еще распиналась за вас перед отцом. Говорила, что обе вы еще птенчики. Ах, непутная, непутная. Погоди ты у меня, вот отцу скажу, Он тебе шкуру-то спустит. Не спустит? Не за что, отвечала Параша. На силу унила Парашу Аксинья Захаровна. Фленушка, сказала она, Отомкнется Настя, Перейди ты к ней в светелку, родная. У ней светелка большая, Двоим вам не будет тесно. И пяльцы перенеси, и ночуй с ней. Одну ее теперь нельзя оставлять. Мало ли что может приключиться. Так ты уж, пожалуйста, пригляди за ней. А к тебе, Просковья, Я на Фролью пришлю, Чтобы ты не одна была. Да у меня дурь-то из головы выкинь, Не то смотри. Перейди ж туда, Фленушка. Слушаю, Аксинья Захаровна, Молвила в ответ Фленушка, Как отомкнется, тотчас переберусь. Там же мне и вышивать светлее, Окна-то на полдень. Поразговори ты ее, Говорила Аксинья Захаровна, Развесели хоть крошечку. Ведь ты бойкая, Фленушка, Шустрая, И мертвого рассмешишь, как захочешь. Больно боюсь я, родная. Что такое это с ней поделалось? Ума не могу приложить. Ничего, Аксинья Захаровна, Молвила в ответ Фленушка. Не беспокойтесь, Все минет, все пройдет. Дай-ка Бог, дай-ка Бог, Вздохнула Аксинья Захаровна И пошла из порашенной боковушки. Фленушка, подойдя к Настиной светелке, Постучалась и точно в кельях Громко прочитала молитву Иисусову. Услышав Фленушкин голос, Настя отомкнула. Я к тебе ровно к старице в келью с молитвой, Смеясь, сказала Фленушка. Творить ли метание перед честной инокиней? Просить ли прощения и благословения? Тебе, Фленушка, смехи до шутки, Упрекнула ее, обливаясь слезами Настя. А у меня сердце на части разрывается. Привезут жениха, разлучат меня. Ну, это еще посмотрим. Разлучат ли тебя, нет ли с Алешкой, Молвила Фленушка. Всех проведем, всех одурачим, Свадьбу уходом сыграем. Надейся на меня дослушайся, Все похотенью нашему сбудется. Ах, Фленушка, Фленушка, И хотелось бы верить, да не верится, Отирая слезы, сказала Настя. Вон, тятенька-то, как осерчал, Как я по твоему научению Свысока поговорила с ним. Не вышло ничего, Осерчал только пуще. А зачем черной рясой пугала? Возразила Фленушка. Нашла чем пригрозить. С китом да небесным женихом Эка. Так вот он и испугался, как же. Властен он над скитами, Особенно над нашей обителью. В скиту от него не схоронишься. Из-за всякой обители вымет, Ни одна игуменья прикословить не посмеет. Все ему покоряются, Потому что сила. И сама не знаю, Как на ум мне взошло Про черничество молвить, Сказала Настя. А ты вот что скажи ему, Чтоб дело поправить, Говорила Фленушка. Только слез у тебя и следов, Чтоб не было. Колесам не зачнет говорить, Сама зачинай. Пригрози ему. Да не черной рясой, Не иночеством. Чем же, Спросила Настя. Сначала речь про келье поведи. Не заметил бы, Чтоб мысли меняешь. Не то твоим словам вера не будет, Говорила Фленушка. Скажи, Если, мол, Ты меня в обитель не пустишь, Я, мол, Себя не пожалею, Либо руки на себя наложу, Либо, Какого ни на есть парня возьму В полюбовнике, Да уходом за него и уйду. Увидишь, Какой тихонький После таких речей будет. Только ты скрепи себя, Что бы он не делал. Неровный ударит, Не срабей, Смело говори, Да строго, С высока. Хорошо, Сказала Настя, Хоть и жалко мне его тятеньку-то, Ведь он добрый, Фленушка. А Алешка-то разве не жалко? Прищурив глаза, Лукаво спросила Фленушка. Ах, Фленушка, И его мне жалко. Рада жизнь отдать за него, Сказала Настя. То-то и есть, Молвила Фленушка. Коль отца пуще его жалеешь, Выходи за припасенного жениха. Нет, нет, Не за что на свете, С жаром заговорила Настя. Удавлюсь, Либо камень на шею, Да в воду. А за тем женихом, Что тятя на базаре сыскал, Я не буду. Так и отцу говори, Молвила Фленушка, Ободрительно покачивая головою. Этими самыми словами и говори, Да притч того, Уходом пугни его. Больно ведь не любят эти тысячники, Как им дочери такие слова выговаривают. Списивы, горды они. Только ты не кипятись, Тихим словом говори, Но смело и строго. Как раз проймешь. Струсит. Увидишь. Сделаю по-твоему, Фленушка, Сказала Настя. Сегодня же сделаю. А его видела, Прибавила она, Понизив голос. Алексей это? Да, Полушепотом промолвила Настя. Видела. И он тем же женихом беспокоится, Сказала Фленушка. Как хочешь, Настенька, А вам надо беспременно повидаться, Обо всем промеж себя переговорить. Да я сведу вас. А Ксения-то Захаровна Велела мне в твою светелку перебраться. В самом деле, Радостно воскликнула Настя, То-то наговоримся. Не в том дело, Отвечала Фленушка. То хорошо, Что живучи с тобой, Легче мне будет свести вас. Вот я маленько подумаю, Да все испроволю. И прищелкивая пальцами, Весело запела. Я у батюшки дочка была, Я у тысячника, У тысячника. Преневоливал меня родной батюшка, Приговаривала матушка, Замуж девушке идти, Да идти, Да и замуж девушке идти. Во все грехи тяжкие, Грехи тяжкие поступить, Тяжкие поступить. Да дождусь я, девка, Темной ночи, Вополночи уйду В темный лес, Да и в лес. За обедом Потап Максимович Был в добром расположении духа, Шутки шутил, Даже с матушкой Манефой. Перед обедом Долго говорил с ней, И та успела убедить брата, Что никогда не советовала она племяннице Принимать иночество. Больше всего Потап Максимович Над фленушкой подшучивал, Но та сама зубаста была, И при всей покорности В долгу не оставалась. Настя молчала. Отобедали, По своим местам разошлись. Потап Максимович Прошел в Настину светелку, И сказал фленушке, Чтобы она подождала, Покуда он станет с дочерью говорить, Не входила бы в светелку. Я нарочно пришел к тебе, Настя, Добрым порядком толковать. Начал Потап Максимович, Садясь на дочернену кровать. Ты не кручинься, Не серчай. Давеча я пошумел, Ты к сердцу Отцовских речей не принимай. Хочешь, Бусы хорошие куплю. Не надо мне, Тятенька, Подарков твоих, Сухо ответила Настя, И без того много довольна. Не дари меня, Только не отнимай воли девичьей. Какая это воля девичья? Спросил улыбаясь Потап Максимович. Шестой десяток на свете доживаю, Про такую волю не слыхивал. И при отцах наших, И при дедах Про девичью волю не было слышно. Что же это за воля такая, Но не появилась, Скажи-ка. А вот какая это воля, Тятенька, Отвечала Настя. Примером сказать, Хоть про жениха, Что ты мне на базаре где-то сыскал, Снежков, что ли, Он там прозывается. Не лежит у меня к нему Сердце. И я за него не пойду. В том и есть воля девичья. Кого полюблю, За того и отдавай, А воли моей не ломай. Да ведь ты еще не видала, Снежкова, Сказал Потап Максимович. Может, приглянется. Парень молодой, разумный. Что молод, Про то спорить не стану, Не видала, Молвила Настя. А разумен ли, Не знаю. Я тебе сказываю, Что разумен, Возразил Потап Максимович. А ли не веришь отцу? Верю, тятя, Молвила Настя. Только вот что скажи ты мне. Где ж у него был разум, Как он сватал меня? Не видавший ни разу. Ведь не знает же он, Какова я из себя, Пригожа или нет. Не слыхавший речей моих, Не знает разумно я, Али дура какая-нибудь. Знает одно, Что у богатого отца Молодые дочери есть. Ну и давай свататься. Сам тятя посуди, Можно ли мне от такого мужа Счастья ждать? Да он не сам сватался, Сказал Потап Максимович. Мы с его родителем Ладили дело. А, Старики решили, значит, Улыбаясь, сказала Настя. Пускай, дескать, Детки живут, Как себя знают. А скажи-ка мне, тятя, Как у вас речь про свадьба зашла? Ты зачал, Али Снежков? Промолчал Потап Максимович. Ведь не ты ж, тятя, Первый зачал, Продолжала Настя. Не станешь же ты У богатых купцов Своим дочерям женихов Вымаливать. Не такой ты человек, Дочерей не продашь. Совестно стало Чапурино, Встал он с кровати И зачал крупными шагами Сновать взад и вперед Посветлиться. Несодеянное, говоришь, Зачал он, Что за речи у тебя стали? Стану я дочерей продавать. Слушай, до самого Рождества Христова Единого словечка Про свадьбу тебе не молвлю. Целый год. А думаешься тем временем? А там поглядим Да посмотрим. Не кручинься же, голубка, Продолжал Потап Максимович, Лаская дочь. Ведь ты у меня умница. Прости меня, тятя, голубчик, Что давеча я тебя на гнев навела. Склонив головку на отцовскую грудь, Молвила Настя. Ну и меня прости, Сказал Потап Максимович, Поглаживая волосы Насте И целуя ее в глаза. Только попомни, тятя, Мое слово, Решительно и твердо Проговорила Настя. Коли вздумаешь меня силой Замуж отдать, Я над собой что-нибудь сделаю. Что сделаешь? Вызывающим голосом Спросил Потап Максимович. В скиту уйду, Черную рясу надену, Сказала Настя. А возьмешь из обители, Потеряю себя. Эк, что вздумала, Вскрикнул тревожно Чапурин. Руки наложу на себя, Камень на шею да в воду, Сверкая очами, Молвила Настя. А не то еще хуже наделаю. Замуж уходом уйду. За первого парня, Что на глаза подвернется, Будь он хоть барский. Погони отобьешь, Гулять зачну. Что ты, Настасья? Смутясь от слов дочери И понизив голос, Сказал Потап Максимович. Вы умели? Да как у тебя язык повернулся, Такое слово сказать? К слову только сказала, Сдержанно ответила Настя. Не забирай же в голову пустяков. Строго, но тихо промолвил Чапурин, Уходя из светелки. Покуда прощай. Потап Максимович ушел в свою заднюю, Прилег уснуть, Но сон не брал его. Насте на слова из ума не выходили. Девка с норовом, думал он. С виду тихоней смотрит, А гляди-ка какая. Уходом. Нет, ни окриком, ни плетью Такую не проймешь. Хуже начудит. Лаской надо, делать нечего. Уходом. Эка слово сказала.